Ну чё можно сказать? Ну, всё закономерно, вот всё как случилось, так случилось. Короче, сегодня, как вы понимаете, мы говорим о шестой игре финала Восточной конференции, которая получилась занимательной, крутой, упорной, хотя знаете чё, давайте не будем тянуть, погнали просто просмотр. Не успели мы с вами разобраться с пятой игрой на Западе, как уже сегодня наступило время для шестого поединка между Кельтами и Майами, который оказался также завершающим баталией в Финале Востока, и теперь перед нами открытым остаётся только лишь Гранд Финал. Правда, перед тем, как мы с вами туда придём, приедем и вообще отправимся, предлагаю уделить несколько минут сегодняшнему ночному противостоянию Хит и Селтикс, про которое на самом деле всё-таки есть что рассказать. Начать хотелось бы с того, что данная дуэль, как по мне, и вне зависимости от того, кого, допустим, поддерживал персонально я, вышла невероятно крутой, головокружительные взлёты и падения, практически камбэк в серии, неугасающая интрига, тренерские хитрости. В данной серии было абсолютно всё и даже немного больше, за что каждой из команд в первую очередь хочется сказать спасибо. По самой же игре скажу так, до наступления четвёртого отрезка матч был абсолютно равным, где Селтикс продолжали испытывать трудности с преодолением зонного дефа от Майами, продолжали испытывать трудности с большими под кольцом, ибо как бы ни старался Стивен задействовать и извлекать полезность из кантора, физически и технически он всё равно уступал Адыбая, и тут поделать, к сожалению, было невозможно ничего. По Тайсу всё, да, конечно же, было гораздо лучше, но он, во-первых, ещё в третьей четверти имел у себя в активе уже 4 персональных замечания, что практически полностью выключало его в обороне А против Бэма Эд, сами понимаете, пресс-ф, потому что Адыбая наказывает тут же, если ему давать хотя бы чуть-чуть пространства под кольцом, и, во-вторых, как страхующий центр на дуге, Дэниел сегодня показал, что играть он всё так же не умеет. Это подтвердить вам, если что, может Андрей Гудала, который оказался, на мой взгляд, сегодня первым-вторым X-фактором поединка вообще, вколачивающим несколько подряд трёхочковых через как раз-таки центрового Бостона, которого не было, и, в принципе, он делал это без сопротивления. В-третьих, кто бы что ни говорил, но Джейсон Тейтум. Сегодняшний поединок по большей части развивался, как и многие предыдущие в этой серии, когда Джейсон включился в игру, ну, очень поздно, прям максимально позволяя себе с игры до второй четверти выкидывать 0 из 7, что, в общем-то, в шестом матче финала конференции, и в особенности, если ты занимаешь роль лидера в команде, очень и очень плохо. Плюс защита в целом от Celtics. Тут как бы ругаться хочется на всех, кроме Брауна и Смарта, которые рубились за каждый мяч и оказывали постоянное давление на игрока с мячом, остальные же, фиг пойми чего. Кем Бухиро умудрялся в концовке обходить на первом шаге, хотя вроде как Уокер обладает очень быстрыми ногами, но он не успевал за ним. Кантера Адыбай обыгрывал как стоячего, потому что он действительно стоячий. С чересчур агрессивным батлером Тейтум совладать был не способен, да и в целом сегодня Джейсон как-то тупники схватывал даже на банальных скринах, порой страхуя за чем-то воздух, что, по сути, и привело к тому, что в Майами большую часть встречи имели небольшое, но все-таки преимущество. Да, порой оно, конечно, сокращалось, когда Кельты в второй четверти запустили рывок 8 к 0, в третьей 12 минутки 10 к 2, в четвертой, когда даже удалось создать небольшое преимущество по счету в целых 6 поинтов, однако сокращать дефицит или создавать его для соперника, это, конечно, одно, а вот удержать его, это совершенно иное. Поэтому, даже тогда, когда Бостон со старта финальной четверти начал благодаря в первую очередь своей обороне создавать себе возможности для быстрых атак, меня всегда не покидало ощущение того, что, ну вот еще секунду и Тайсу пи***ц, сейчас еще секунду и Бэм его точно посадит за 6 персональных, что, собственно, и получилось. После того, как Майами поняли, что начинает пахнуть жареным, они активно включились атаковать в транзишенах и всячески грузить краску, дабы, во-первых, убрать для себя самое большое препятствие под кольцом, это большого в виде Дэниела Тайса, которого Адыбая буквально в пару движений вырубил из игры, посадив за 6 персональных замечаний, и, во-вторых, заполучить для себя бонусы, что также благополучно подопечными спуэльстры было выполнено. Но уж когда Стивен зачем-то вернулся к более быстрой пятерке с Грантом на позиции центра, тут, если честно, все стало окончательно ясно. Честно, я не совсем понимаю, что это был такой замув, выпускать Гранта, с которым твоя команда только что слила в одно мгновение преимущество, за которое билось так усиленно и усердно на протяжении всего матча, и почему нельзя было сначала, допустим, попробовать хотя бы задействовать Кантра, с задачей тупо повиснуть на Бэме Адыбая вообще от него не отходя, но факт остается фактом. Как только у Зеленых полностью пропала позиция Большого, Майами почуяли свободу, и в краске Селтикс начался самый настоящий проходной двор, который не оставил шансов на камбэк Тейтум и компании в данной серии, позволяя Майами Хитт обеспечить себе победу в шести матчах, отправляясь в финал. Честно, я лично нисколько не расстроен и не жалею о том, что именно Майами Хитт проходит теперь дальше, потому как даже с точки зрения игры и зрелищности Бостон выглядел бы объективно гораздо хуже. Они фактически напоминают некий Хьюстон, им нечего противопоставить двум башням Лейкерс под кольцом, а у Хитт есть как минимум заряженный, полутравмированный, но все равно очень круто играющий Бэма Адыбая, на противостояние которого с тем же самым Дэвисом или Маги, будет очень интересно посмотреть. Как и вчера, давайте теперь пройдемся по плюсам. Отметить тут хотелось бы в первую очередь в стане Хитт, безусловно, Тайлера Хира, который в концовке сегодня снова затащил. Его четкое исполнение плана с Пуэльстера с тем, чтобы лезть, лезть и еще раз лезть, вынуждая кельтов валить и открывать трехочковую зону, исполнялись просто на отлично, что позволяло ему не только полноценно принять участие в уничтожении Бостона в концовке, но и стать одним из лучших игроков по статистике в данном матче. Далее на очереди Данкан Робинсон, который молчал практически всю серию с кельтами, но сегодня выстрелил в самый необходимый момент все свои дальние выстрелы, при том с процентом релиза в 71, что, безусловно, фанатов Майами должно только радовать. Далее после Робинсона у нас идет мистер Джимми Бакетс, который показывал жесткую, напористую и местами даже грубую и неспортивную игру, но когда ты играешь в финале конференции, тебя беспокоит только лишь результат, и ноу, мне кажется, от главного мазафакера этого постсезона ждать и не стоило, за что Джимбо с его 22 очками и 8 передачами летит большущий шараут, плюс, конечно же, Бэм Адебая. Этот парень был минувшей ночью по-настоящему неудержим и вездесущ, в защите он успевал и подборы собирать, и контролировать входы в зону, и страховать, при том настолько эффективно, что центры Бостона на всех наскребли только 9 поинтов, да, на двоих, в нападении вообще было что-то с чем-то, там одни его только незрячие скидки на батлера, чего стоит с бросками с сопротивлением, что позволило сегодня Адебая не только насобирать лучшую линию по статистике командной, равной 32 очкам, 14 подборам и 5 ассистам, но и обновить личный рекорд по результативности, что немаловажно. Ну и теперь самое, конечно же, главное, это Андра и Гудала. Частично я уже сегодня его игру упоминал, но отдельного внимания, конечно же, достойно, в первую очередь четвертая четверть, где, а, им был полноценно запущен финальный рывок, после которого кельты уже в игру более не возвращались, б, он не смазал ни единого дальнего выстрела и выстрела с игры, чего не происходило, скорее всего, в его карьере никогда, б, он защищался против каждого игрока кельта в концовке и не позволил им забить абсолютно ничего, и д, у него второй лучший показатель по полезности в команде, и ветеранчик при этом отбегал всю концовку целиком, помогая своим тиммейтам не только получить билеты в финал, но и самому себе выписать тоже билетика в шестой финал подряд в карьере. Вау, и Гудала просто красавец. А ведь если вспомнить его уход, микроскандал в Мемфисе, и то, как его все списали со счетов на старте регулярки, то сейчас, согласитесь, персоной Гудалы выглядит настолько имеющий вес, что кажется, да как вообще за него можно было не побороться любой команде в NBA, но вот как было, так было. Касаемо Бостона, отмечу, пожалуй, только лишь Смарта и Брауна, которые всю серию с Майами были более-менее стабильны, остальные включались же постольку-поскольку, Тейтум до сих пор борется со своими холодными запусками и стартами, кем бы впервые зайдя так далеко и столкнувшись с очень крепкой защитой от Репторс, и Хит, бывало, вообще без вести пропадал на целые матчи. Ну а Тайс, Тайс на самом деле молодец при любых обстоятельствах, но Кельтам все-таки срочно нужен все равно основной центр, которого, если Дэниел будет подменять, имея уже такой опыт выступления, как в постсезоне, так и по регулярке, будет прям вообще пушка. А так, пока что, конечно, чуть-чуть его все равно не хватает для полного и полноценного противостояния с более атлетичными и скилловыми соперниками. Майами. Они впервые с 2014 года теперь вновь возвращаются в финал, да не Абы против кого, а против Леброна Джеймса, который и помогал, в общем-то, в 2014 году оказаться Хит в финале. Эрик Спойлстр на фоне данной победы теперь сравнивается по количеству выходов в финал со Стивом Кером, а по рандомным фактам в NBA скажу, что впервые в истории лиги происходит такое, что в финале встречаются две команды, которые в том году в финальной серии не видали. Что одновременно говорит как о непредсказуемости данного все-таки постсезона и одновременно о хорошей работе фронт-офисов, сумевших собрать боевые составы за год и отправить их бороться за главный трофей. Ну что ж, а теперь настало время вам написать в комментариях-проголосовать, за какую команду вы будете топить в финале NBA, за Лос-Анджелес Лейкерс или же за Майами Хит. Почему вы будете делать, то желательно напишите. И вообще, кого бы вы хотели видеть победителем данного чемпионата, то есть нынешнего сезона. Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. У меня же на сегодня все. Ставьте большие пальцы вверх, если выпуск вам понравился. Ставьте большие пальцы вверх за Майами Хит, потому что они действительно красавцы, показали сегодня очень классную игру. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски. Увидимся и услышимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok